Такое в нашей стране бывает раз в год. Все гастрономические гранды съезжаются в Москву на фестиваль «Тест оф Москву». Более 200 поваров на протяжении нескольких дней проводят мастер-классы, угощают вкуснейшей едой, а гости, в свою очередь, получают прекрасный отдых. «Тест оф Москву» – бренд «Самтест» – это лондонский бренд, который получил свое начало в 2004 году в Лондоне и теперь проводится в самых лучших гастрономических городах. И мы очень рады, что Москва входит в этот перечень. Побывать на «Тест оф Москву» и попробовать изысканное блюдо – это вам не шаурму на ходу перекусить. Ах, да, именитые повара из других стран даже не знают о ее существовании. «Что такое шаурма? Это как пита?» Роланда можно понять. Во-первых, кухня во всех странах отличается. Во-вторых, не зря же он всю жизнь потратил, чтобы стать одним из лучших поваров в мире. Кстати, о лучших. Мастера с удовольствием делились секретами приготовления вкусной еды. В одном из павильонов, например, учили готовить плов. «Вы, по-моему, много масла льете, нет? Добрый день». «Добрый день. Мне советуют, я прослушала». Несмотря на огромное количество человек и шум вокруг, все участники мастер-класса старательно готовили свой первый плов под руководством шеф-повара. Так как плечом к плечу стояли молодые люди и девушки, мы воспользовались моментом и постарались получить ответ на один из вечных вопросов. «Кто лучше готовит, мужчина или женщина?» «Мужчина. У него профессионально не получается. Я слишком любитель. Как мне один раз сказали, то что лучше получается мужчина, так как они очень редко готовят». Ах вот, оказывается, почему мужчины готовят лучше. Просто женщины скучают по их идее. Еще один участник мастер-класса уверяет нас в обратном. «Ты впервые готовишь?» «Ну, плов, да». «А вообще не впервые?» «Вообще не впервые». «По тебе видно, ты тут так активно руководишь всеми». «Спасибо». «Кто у тебя дома вкуснее готовит? Ты или мама?» «Папа». «Папа?» «Да». «Почему?» «Потому что он любит готовить». «И ты, наверное, весь папа тоже здесь стараешься?» «Я надеюсь». Приготовление плова – дело непростое и затратное по времени. Поэтому оставим ненадолго юного повара и отправимся к тем людям, кто благодаря восточному блюду писал свое имя в историю. «Как плов называется? У него есть название, насколько мне известно». «Да, этот вид плова – ташкентский свадебный. Это готовится, конечно же, на костре. Технология. Вот здесь можете посмотреть. Изначально закидывается мясо на раскаленное масло, потом лук, потом морковь два вида. То есть зирвак, оно не жарится, как обычный плов, то есть не перемешивается. То есть закладка идет раз, два, три, четыре». В первый день в фестивале 60 килограммов плова съели за считанные минуты. На этот раз «Фарух» готовит вдвойне больше. «Оба они участники, 8 сентября в прошлом году участники плова, который вошел в книгу рекордов Гиннеса. В Ташкенте был зафиксирован рекорд, готовили 8 тонн плова в одном казане. Было отлично быть специальный большой казан, в котором это готовили. И эти ребята, несмотря на то, что они молодые, они уже участвовали в этом. То есть это достаточно такое почетное является». Учередь выстраивается задолго до полной готовности блюда. Все хотят попробовать чудо-плов. «Один в один, как в Ташкенте». «Вы были там?» «Я там живу». «А, все. То есть неважно, какой воздух, главное, кто готовит». «Главное, кто готовит. А готовит, видимо, такой повар шикарный. Все, не отличишь». Настоящий восточный плов попробовали. Пора возвращаться к юному герою. Наверняка у него уже все готово. «Оценим. Может быть, человека мишленовские звезды ждут». «Вот есть показатель». «Мне кажется, у вас рис не сварился». «Немножко, да, не доготовился». «Так, главное – мясо в плове. Остальное – ерунда». «А мясо прекрасно. Благодарю тебя, друг. Беру с собой, пойду поем». На фестивале «Тест оф Москва» можно встретить разнообразную кухню. В одной из палаток нас привлекла живая сосна. Интересно. «Я смотрю, здесь ромашки, елочки, камушки какие-то». «Смотрите, ресторан «Бьерн» вообще исповедует такую концепцию, как сезонность и локальность продуктов. Близость к природе, уважение к продуктам». Звучит заманчиво, согласитесь? Мы решили попробовать все представленные блюда и, конечно, лимонад. «Еловый лимонад готовится из иголок ели. Мы взяли как раз иголки, перетерли их, добавили немного меда и сделали такой сироп а-ля настойкой. Сладкий получается? Сладкий, да, получается. Попробуем? Да, конечно, попробуем. Лимонад такой остренький, как и полагается. Как и полагается, да. Кисленький. Кисленький, да. Из укропа. Из укропа. Удивительно, они свежие, они летние, они потрясные. Утоляют жажду наверняка. Абсолютно, да. Ну, вот как раз это вопрос сезонности. Посетители фестиваля стараются пробовать все. И это правильно. Где еще можно продегустировать такое количество блюд и напитков? Что самое вкусное, что вы пробовали здесь, на этой площадке? Кабан с древесными этими альцами. Чем-то там. Чем-то там. О, мы только что, только что это пробовали, и это действительно очень здорово и вкусно. А лимонад у них пробовали? Да. И, ну, оба, оба два. Какой больше понравился? Укропный. Ну, а мне, соответственно, еловый, потому что в детстве сам делал примерно такой. Попробовав блюда от лучших шеф-поваров страны, каждый захочет приготовить что-то изысканное у себя дома. На этот случай на фестивале выставлены торговые палатки, в которых можно приобрести уникальные продукты. У тебя ингредиенты. Да, все верно, ингредиенты разного масштаба и любой продукции. Здесь ты можешь посмотреть, есть итальянская паста, круассаны собственного приготовления. И паста, чем отличается, вот видите, если обратишь внимание, она цветная, а на ней отсутствуют какие-либо консерванты. То есть нету каких-то красителей, все натуральное. И если мы останемся на пасте, ты можешь посмотреть вот на этот стенд, здесь паста собственного изготовления. То есть готовим ее не мы, конечно, но на нарушенной работы. Это минимум вредных веществ, никакого ГМО. Поэтому все, кто будут кушать, получат просто гастрономический оргазм. И напоследок, хотите начать день вкусно? Записывайте рецепт от человека, который пробовал практически всю еду в мире. Завтрак холостяка какой-нибудь. О, вы знаете, я вот последнее лето, вот сегодняшнее это лето, я увлеклась очень простым протеиновым завтраком. Поскольку я отдыхала сейчас в Эстонии, в стране, в которой, переводитель, по которой я сделала, я купила аутентичный пармезан, очень вкусные парниковые, к сожалению, правда, помидоры и свежие фермерские яйца. Просто поджариваете помидоры, разбиваете это яйца и вместо соли и приправ натираете чуть-чуть пармезана. Можно грана-падана, можно любой очень пряный такой твердый сыр. Шикарный завтрак, никакой соли и белковый такой завтрак на весь день. Насладились уникальной едой? Пора и меру знать. Фестиваль Test of Moscow завершился. Теперь с нетерпением ждем следующего года, чтобы в очередной раз попробовать вкусные блюда от лучших поваров. Александр Кузьмин, Максим Волков, ТАУ-ТВ